Здравствуйте, я Иван Позняков и вы смотрите Спорт ТВ. Сегодня мы поговорим о дзюдо, узнаем, как изменилась эта борьба за последние десятилетия. Сегодня гостем нашей студии стал заслуженный мастер спорта СССР Юрий Меркулов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте. Накануне Дня Победы в Курске в очередной 42-й раз проводится турнир на призы героев Курской битвы. Вы сами принимали участие в нем много лет назад и видите, как он проходит сейчас. Есть ли разница в уровне борцов? Ну, начнем с того, что вы сказали, что это уже 42-й турнир. Берет он начало с прошлого века, извините, уже долгая история получается. Ну и, конечно, могу первые слова сказать, что начинал его заслуженный тренер СССР Михаил Ильич Скрипов. Благодаря ему 42 года организовался этот турнир. Турнир проходит традиционно каждый год. В те старые времена он был всесоюзным, сейчас он всероссийский на выполнение мастера спорта. Турнир имеет прерогативу очень большой, потому что турниров по России проводится много, но не все турниры мастерские. Наш турнир является мастерским, он финальный мастерский. В общем, кто входит в финал, выполняет мастера спорта. Но дело в том, что на сегодняшний день, это вот 42-й турнир, который проводится сегодня, на нем очень тяжело будет выполнить мастера спорта, так как он первое место дает право участвовать без отборочных соревнований на чемпионате России по-взрослым. Поэтому будет очень большая конкуренция, и я не думаю, что ребята кандидатов в мастера спорта пройдут в финал и выполнят мастера спорта, потому что приедут очень хороший состав, очень хороших ребят. А мастера дают только за первое место? Только за первое место, поэтому первое место дает право на выход в чемпионат России, я думаю, что там будет бойня. То есть конкуренция будет очень серьезной? Будет велика, очень серьезная. А были времена, когда он был международным? Были времена, это времена Советского Союза, как я сказал, он был международным, мы вызывали, даже доходило до того, что сборную Советского Союза, всю сборную, заставляли на нем бороться. Первые, вторые, третьи номера. Мне этот турнир запомнился, как вы сказали, вы участвовали в нем, не участвовали в нем. Я участвовал в нем много раз, но первый турнир, в котором я участвовал, я был волонтером. Все молодые ребята, которые занимались, имели отношение к дзюдо по тем временам, они были волонтерами, помогали в проведении соревнований, болели за своих курских спортсменов. Поэтому я даже вспоминаю времена, лет, наверное, мне 13 было, вот я возле ковра, кто там помогал, воду носил, кто переставлял заброски оценки, кто сидел на секундомере. Даже вспоминаю, Николай Иванович Солодухин боролся, мне было еще 13 лет, он был уже, это 79-й год, чемпионом мира. И у меня есть фотография, я сижу на ковре, за него болею и прикусываю губу нежней. Поэтому вот такие воспоминания. Вот вы сказали, что заставляли сборную Россию, сборную СССР участвовать на этом турнире, а зачем? Престижный турнир был, и он являлся как бы и отборочным в многих моментах, по нему строилась сборная на чемпионат Европы, на чемпионат мира, был отбор то же самое. Потом при развале Советского Союза, грубо говоря, 92-й год, все немножко пошло не так. Ну, не только это, наверное, изменилось. Правила дзюдо, в принципе, менялись за последние десятилетия очень много раз, и очень большие ограничения сейчас в них. Тоже нельзя брать за захваты за ноги. Много ограничений по односторонним захватам. Как вы считаете, это идет? Простите, а вы занимались за это? Вы как специалист, говорите, немножко касались. Некоторое время это чуть-чуть касалось. Вы полностью правы. Где-то начиная с 2000 года, Международный комитет мировой судей работает над программой как бы улучшения дзюдо, по их понятиям, для зрителей. Чтобы это было популярно, чтобы это было зрелищно, чтобы было это эффективно. Но не всегда это приводит, их правила приводят к таким результатам. Поэтому каждое четырехлетие, каждый цикл олимпийский проводится заседание мировых судей Международной Федерации. И они вносят изменения в правила. Вот как вы сказали. Первое изменение было очень сильное, это где-то в 2000 году. Как бы ни для кого не секрет, наше дзюдо пошло от самбо. У нас очень сильные самбисты, и борьба в партере очень сильная. Это болевые, удушающие и удержание. Так они что придумали? Международный комитет судей придумал, чтобы партер исключить. Неинтересно, зрителям неинтересно. Им, ну вот, каждые практически четыре года, каждые четыре года, они меняют правила. Для спортсменов очень неудобно. Представляете, вы, грубо говоря, с 10-летнего или с 12-летнего возраста начали заниматься. Я ставлю вам технику, ставлю задачи какие-то, изучаем с вами приемы, которые вам подходят. А потом говорят, а эти приемы нельзя делать. Ну, как бы, опять же, я не судья и не сторонник. То, что работает Международная Федерация, она работает. В какую сторону он работает, я личную оценку могу дать, как спортсмен бывший, как дзюдоист бывший. Мне это не нравится. Опять же, вот по правилам. Есть теория, то, что правила начали менять после того, как наши самбисты начинали выигрывать болевыми, разбирали в партере. Я примерно вам, совершенно верно, потому что, когда вы на голову сильнее, вы сразу поняли, о чем речь. Когда наши самбисты, бывшие дзюдоисты, просто в партере не давали никому шансов, тем же японцам, тем же французам, тем же... Они взяли и придумали, давайте партер уберем. То бишь, нас подкосили. После этого, что начинается? Начинается тренерская преподательская состав, перестает преподавать партер. Проходит четыре года цикл. Они говорят, а теперь можно. А они преподают на Западе, для того, чтобы сравняться с нами. А мы за четыре года теряем позиции эти. Намеренно это, не намеренно. Судить можно только со стороны. Курская школа была одной из самых сильнейших во всем мире. Сейчас есть тенденция к спаду какому-то в Курском дзюдо. Как вы считаете, что отличало вас тогда от современных спортсменов? Чего современным дзюдоистам не хватает? Вы знаете, как и в любой работе, как и в любой схеме, есть система. Система подготовки спортсмена. В этой системе много нюансов. И тренерско-преподавательский состав, и финансирование, и условия тренировок, и питание. И, в общем, большой спектр, который включает в себя все это. Поэтому я считаю, что, ну вот как в 92-м году распался Советский Союз, как бы нарушилась система и нарушилось все. И немножко нужно было вписаться в тот момент истории и времени, чтобы идти в ШАМ. Но тогда было сложно. Нужен был временный промежуток времени для того, чтобы адаптироваться в этих условиях. Когда, представляете, на государство наше финансировало все. Всех спортсменов, всех детей. А тут вдруг раз, и все, и перестало. Все это было брошено. Но не только спорт был брошен, и наука была брошена, и до 2000-го года, я считаю, в 2000-м году, когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, к президентской, как-то немножко начало нормализовываться. Нормализовываться, нормализовываться, нормализовываться. А по поводу школы. Школа подразумевает свое направление, свою технику, свой стиль. О курской школе я могу сказать, что у нас не было своего стиля, у нас не было своей направленности, у нас были индивидуальности. Я вам по именам сейчас назову, ну, первое, это Николай Сладухин, допустим, Вася Убанова, Вову Снегового, там, Александра Шурова, Александра Сивцева. У вас. Ну, ваш покорный слуга, если взять всех нас, мы все разные. И боролись все по-разному. Но друг у друга учились, подсказывали. Для меня иногда становится, я не буду назвать, у меня там тренируется сын в секции в одной, ну, и тренируется мало, а ребята там постарше. Я ему говорю, ты подойди и спроси, пожалуйста, вот, у тебя что-то не получается. Вот он тренируется больше, он тебе покажет, расскажет. Нечас такого, как было раньше. Николай Иванович Сладухин, допустим, мне было 13-14 лет, он уже был чемпионом мира. Он приходил к нам в группу и показывал свои коронные броски, свои нюансы, мелочи, на которых как бы уделял внимание. Вы знаете, преемственность поколений, она должна передаваться. Если ты что-то умеешь, если ты что-то здорово делаешь, и ты должен будешь уйти, ты должен научить своих учеников или секции своих партнеров тому, чему ты умеешь. Но просто, как бы ты ни учил, у тебя все равно лучше получается. И были времена, вы совершенно верно сказали, что Курская школа дзюдо, сборная Советского Союза первыми, вторыми, третьими номерами находилась около 7-8 человек из 7 весовых категорий. Мы вполне могли выставить в каждой весовой категории курского парня, курскую школу. И бороться с любой сборной, допустим, Франции, Японии, без разницы. Поэтому все были члены сборной Советского Союза. Кто-то был первым номером, кто-то вторым, кто-то третьим. Ну, очень сильная школа была. Юрий Алексеевич, по вашему мнению, что нужно делать, чтобы дзюдо развивалось в России и в нашем регионе в частности? Ну, вы знаете, по последним Олимпийским играм я вам скажу, что в России дзюдо развивается очень хорошо. Это показатель три Олимпийских золота, серебро и бронза. В копилку из шести медалей принести. Во-первых, такого в жизни не было. Ну, включая Олимпийские игры до этого. Я считаю, шикарнейшее выступление. Ну, в этом выступлении много людей, которые стоят за ширмой, их не знают. Это те же тренера, которые на местах работают. Как бы в сборной не собиралась, как бы не называли ее, если мы посмотрим и посмотрим регионы, они же все выходцы откуда. Кто-то из Омска, кто-то из Челябинска, кто-то из Майкопа, кто-то из Волгограда. Поэтому, как бы оно ни было, кто работает? Работают тренера, работают преподаватели, работают на местах, на периферии. Единственное, как бы и просьба, и государство, и ко всему остальному – помощь, помощь, помощь. Развитие детского спорта, развитие юношеского спорта. Ну, в данной ситуации сейчас в стране тяжеловато. В любом случае, я думаю, все изменится, и изменится в лучшую сторону. Просто потерпеть нужно. В прошлом жить нельзя. И как бы оно ни было, я по этому поводу говорю, история империи рушится. Как бы есть колесо, винтик. Один выскочил, второй выскочил. Это же на самом деле система. И колесо сломалось. И вот на сегодняшний день нужно новое колесо создать. Поэтому, я думаю, что есть люди заинтересованные в этом. И как бы душой болеющие. Обязательно. Потому что без души никак нельзя. Это спортсмен должен с холодной головой и зрячим сердцем. А тренера должны с душой делать все и с ума. Спасибо вам, Юрий Алексеевич, за то, что нашли время с нами пообщаться и ответить на вопросы. Пожалуйста. Это была программа «Спорт ТВ». До встречи на телеканале «Сеем». Субтитры делал DimaTorzok